Hello children, today is the 10th of April. Let's start our classwork. So, our topic for today. When will you go to Brighton? Page 119, 120. So, before doing it, let's revise some grammatical rule from the previous lesson. В прошлый раз мы с вами разбирали для выражения будущего времени настоящее длительное и конструкцию to be going to. Итак, начнем с настоящего длительного времени. Ваша задача, глядя на эти предложения, сказать об планах детей, так как настоящее длительное мы используем для запланированного действия. Итак, смотрим на аборезет. Stuart, why don't we go to the cinema on Friday? Ответ. Stuart, смотрим на Friday. Тут у нас swim in the swimming pool, поэтому фраза звучит I'm sorry, I can't. Извини, я не могу. I'm going to the swimming pool on Friday. Вот наше длительное время для выражения будущего действия. Так, используя эти фразы. I'm sorry, I can't. I'm afraid he can't. That's a good idea. Of course, I will. We are sorry, we can't. We are free on... Давайте попробуем построить предложение. Можем нажать на паузу, попробовать сделать самостоятельно. Сейчас мы с вами проверим. Итак, пробуем проверять. So, what are we going... What are we doing on Tuesday? Смотрим на Tuesday. Roy and I go to the cinema after school. Мы можем сказать предложение. Roy and I are going to the cinema after school. Мы пойдем в школу. Это запланированное действие тоже точно произойдет. Поставили помощник are, потому что несколько человек. We are... go. Добавили окончание in to the cinema. Следующее. Let's play football on Saturday. Смотрим Saturday. Play football. Не получается этот play football. Почему? Потому что визита в агрентма и грэнтпа. Поэтому говорим. We are sorry, we can't. Мы не можем. Да? Мы не можем. Почему? We are visiting our... Или Roy and I. Либо we are visiting our grandma and grandma. Мы посетим нашу бабушку и дедушку. We are... Потому что множество на числа visiting. Добавили окончание in. Дальше. Why don't you join us on the beach on Sunday morning? Смотрим. Sunday morning. Play football in the evening. Видите? Поэтому morning утром свободно. Соответственно, можем сказать. We are free on Sunday morning. So we are playing football in the evening. We are playing football in the evening. Thursday. Следующее. Sorry. Stuart, do you think Roy would like to visit a dog show on Thursday? Смотрим. Thursday. Roy taking part in the running competition. Сможет он принять участие? Посетить dog show? Нет, не сможет. И отвечаем. I am afraid he can't. И говорим о его планах. He is taking part in the running competition. He is taking, на кончание и добавили и убрали, in the running competition, in the afternoon. Дальше. Последнее. Stuart, let's have a picnic on Monday evening. Monday evening. Смотрим. Go to the birthday party in the evening. Пикник не получается. Поэтому то же самое говорим. We are sorry, we can't. We are going to the birthday party in the evening. Итак, вот наши ответы. Можете их внимательно посмотреть. Просмотреть, нажать на паузу. Мы идем дальше. Повторяем. Соответственно, повторяем нашу конструкцию to be going to. Собираться что-либо делать. Запланированное действие. У нас здесь есть предложение. Необходимо сделать, используя вот эти фразы, что же они собираются сделать. Допустим. Betty likes her dolls. Бетти нравится ее кукла. Что она собирается делать? Смотрим, смотрим, смотрим. Видим. Sue dolls clothes. Пошить им одежду. Соответственно. Betty is. Потому что единственное число. Going to sue dolls clothes. Дальше. Ellen likes doing tricks. Нравится показывать фокус. Что же он собирается делать? Смотрим. Вот оно подходит у нас. Ellen is going to learn new magic tricks. Molly will help her grandma in the garden. Поможет бабушке в саду. Что же она собирается делать? She is going to gather apples and vegetables. Sue always helps her mom. Всегда помогает маме. Каким образом она помогает? И что же она собирается делать? She is going to prepare breakfast. Alex and his sister like singing. Любят петь. Что она, соответственно, собираются делать? Скорее всего, да, играть в какой-то пьесе. Или perform a family concert. Ну, давайте скажем family concert. So, Alex and his sister. Множественное число. Их двое. Поэтому. Are going to perform at a family concert. Ну и последнее. Клауд wants to be a writer. Хочет стать писателем. Что он собирается делать? He is going to write a story. Собирается написать историю. Вот же наши, эти же ответы. Соответственно, посмотрите внимательно. А мы переходим к нашей новой теме. Итак, page 119. Страничка 119. Claire Douglas and her family want to go on holiday to Brighton. Это у нас такой word. So, we, Laura, go on holiday with Claire and her family. Давайте послушаем. Попытаемся закрыть глаза. So, close your eyes. Don't see a text. And try to answer this question. Собирается ли, поедет ли Лора, все знаю, с Claire и ее семьей. Давайте послушаем. Lesson 3. When will you go to Brighton? Exercise 1, part 1, page 119. Claire Douglas and her family want to go on holiday to Brighton. Listen to the talk and say if Laura will go on holiday with Claire and her family. We are going to Brighton soon. My mum invites you to go with us. Will you go to Brighton, Laura? It's beautiful there in summer. I think you will like it there. I don't know what to say. Well, I will ask my mum's permission first. I hope I will go with you. You say it's beautiful there. Shall I take my camera? Of course. Maybe we will make a film about our trip. So, let's answer. Will Laura go on holiday with Claire and her family? So, maybe she will. Возможно, она поедет. Хорошо. Давайте, пожалуйста, замейте на паузу. Перечитайте еще раз. Обратите внимание. И теперь посмотрим, какие выделенные фразы мы используем для того, чтобы сказать, что кто-то надеется, hope, либо think, думают, что они сделают и в будущем. Поехали. Это фраза will you go, will like, will ask, will go, shall I take, will make. Вот они у нас. Мы с вами сегодня будем говорить о будущем простом времени. Но перед тем, как мы перейдем к нашей теме, хотелось бы, чтобы вы посмотрели небольшое видео о именно городе Брайтон и о его достопримечательности. И попытайтесь мне ответить на вопрос. So, would you like to go there? Хотели бы вы туда поехать? So, let's start to watch. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Ну и переходим к нашей теме. Соответственно, будущее, простое время или future simple will help. Вспомогательный глагол will приходит на помощь обычным глаголам, чтобы помочь им рассказать, что, обратите внимание, возможно произойдет в будущем. То есть мы с вами говорили о своих планах на будущее, когда мы использовали конструкцию to be going to или запланированное действие в настоящее длительное время. Здесь возможно, то есть вероятность, что действие произойдет нет. Давайте посмотрим. Про разговорной речи употребляем will, сокращаем ее в форме I'll. He'll, she'll, will, you'll, will, it'll. Можно сократить эту форму. Ну, теперь давайте посмотрим, какие же указатели мы видим. Это у нас фразы next week, next month, next year. В следующем. In a day, через день, in a hour, in a minute. Либо фраза tomorrow и так далее. Так, как строится обычное утвердительное предложение? Давайте смотреть. You will read, ты будешь читать. He will read, он будет читать. She will read, она будет читать. It will read, оно будет читать, либо животное какое-то. Следующее. We will read, мы будем читать. You will read, вы будете читать. They will read, они будут читать. Следующее. Чтобы сказать, что не произойдет в будущем, мы берем с собой частичку ноты, или как тут рассказано нам, собачку. Давайте будем называть ее частичкой. И ставится она только после глагола помощника will. Допустим. He will not dance. Он не будет танцевать. Поехали. I will not read, you will not read, he will not read. She will not read, it will not read. We will not read, you will not read, they will not read. Will плюс not. Краткая форма. Want. Можно ее использовать чаще всего в разговорной речи. Вопрос. Давайте начнем с общего вопроса, то есть на который я хочу услышать ответ. Yes or no. Да, да, нет. Что мы делаем? На первое место мы ставим will, потом у нас идет подлежащее, потом read. Допустим. Will you read? Ты будешь читать? Специальный вопрос. Перед will помощником мы ставим вопросительные слова. Да? What, when и так далее. Хорошо. Ну, давайте попробуем с вами на страничке 119 по-прежнему. Page 119. What will Claire's family and Laura do in Brighton? What do you think and why? Что они, возможно, могут делать в Brighton? Нужно сопоставить части предложения. Да, вот эта фраза maybe, возможно. Итак, нажмите на паузу, попробуйте сделать самостоятельно. И, соответственно, вот у нас ответы. The whole family likes sunny days in Brighton. So they will relax on the beach. Да, вот все поставили. Перед словом relax поставили подлежащее. Claire and Laura think that Brighton's gardens and parks are fantastic. They will take walks in gardens and parks. They will take walks in gardens and parks maybe. So, the Jay keeps a turtle. She will visit the Brighton Sea Life Center. Который мы вам показывали, да? Sea Life Center. Jay keeps a turtle. So she will visit. Она посетит. The Brighton Sea Life Center. Использовали слово she, потому что это домашний питомец. И, скорее всего, мы знаем, что это именно черепашка-девочка. Давайте дальше. Стив Дуглас is a good sportsman. He will compete in a water sports. Он будет принимать участие в соревнованиях по водному спорту. Следующий. Элэйн Дуглас likes music. Ей не нравится музыка. So she will watch a music performance in Brighton Dawn. Она будет смотреть какое-то музыкальное представление в этом, да? Brighton Dawn. Хорошо. Берите внимание, что есть такая фраза, и мы ее в диалоге встречали. Это фраза shall I, да? То есть, если мы хотим спросить, что нам делать дальше, мы хотим спросить совет, как нам поступить, инструкцию дальнейшую. Мы используем фразу через shall. Shall I. Shall somebody. Ну, shall подлежащий глагол, допустим. Shall I take my camera. Ответы, да? Которые могут быть. Потренируйтесь, пожалуйста, позадавать вопросы и поотвечать на них, используя эти ответы. Хорошо. Теперь давайте потренируем еще раз наше будущее. Простое время, именно Future Simple. Глядя на эти картинки, скажите, что вы будете делать. Давайте. О себе. Попробуйте сказать о себе. Ну, давайте потренируемся. I will ride a bike. Я буду кататься на велосипеде. I will sledge down the hill. Кататься на горках. Или I will sledge. На санках просто. И I will do homework. Либо I will write something. Ну, чтобы писать, да? Хорошо. Либо I will read. Я буду читать. Либо I will play hockey. Скажите для себя, что вы собираетесь делать. Давайте дальше. Попробуем сказать предложение, что он, возможно, будет делать. Что, возможно, что? He will go shopping. Возможно, он пойдет за покупками. Дальше. Что он будет делать? Что он? He will watch TV. Скорее всего, это произойдет. Возможно. Тут, что у нас будут делать? They, да, множественное число. They will play computer games. Да. He will write. Он будет писать. He will fly. Он будет летать. Возможно. Берите внимание, действия все, которые, возможно, произойдут. Возможно. То есть, уверенности, что они произойдут, нет. They will study. Возможно, они будут учиться. Давайте попробуем создать отрицательное предложение. То есть, расположить слова, чтобы получилось просто отрицательное предложение. So. Kate will not play in the evening. Дальше. Mother will not wear a nice dress. She won't watch TV in the morning. They won't work on the computer tomorrow. I want to have an English lesson tomorrow. И вот они, эти предложения, которые у нас получились. Потренируйтесь. Что ты не будешь делать? Поехали. Наши же картиночки. Что мы не будем, допустим. Сказ по-броге для себя сказать. I will not, либо I want to ride a bike, I want to sledge, I want to do homework, I want to read, I want to play hockey. Составьте вопросы. Давайте, что у нас получится. Will Osmo have a math test tomorrow? Следующее. Where will we swim in summer? When will you go? Will he go to her birthday party? What will you put in? Обратите внимание. Вот два вопроса. Вот этот первый и вот этот предпоследний. Это общие вопросы, которые начинаются с глагола помощника. Затем подлежащие, затем глагол. Без таких окончаний. А вот эти глаголы – это вопросы специальные, которые начинаются с выполосительного слова where, где, when, когда и what, что. Хорошо. Теперь переходим к домашнему заданию. Ваше домашнее задание. Выложу я ссылочку на Я-классе. Вам необходимо будет просмотреть теорию по этой ссылке и сделать задание 1.5. Также я вам прикрепляю проверочную работу. So, thanks for attention. See you next week. Goodbye.